Так, доброе утро, дорогие друзья! Шалом! Всем шалом! Значит, шавуатов! Хорошая неделя! Начинаем новую неделю! И есть недели новые, а учим все одну и ту же Тору. Учим все одну и ту же Тору уже 3300 лет. Мы изучаем знания, которые Бог нам дал, как работает мир, зачем вообще все это. Зачем все это? Это очень важно. Человек получает, например, прибор какой-нибудь, и ему нужно, чтобы он тогда объяснил, как прибором пользоваться. А тут человек получает себя, мозг, интеллект, мир вокруг. Ему никто не объясняет, как этим пользоваться. Но обычно люди ему объясняют, что-то такое. То одно объясняют, то другое. В зависимости от того, где родился, то и объясняют. То есть очень зависит от того, где человек родился, в какую эпоху, в какой стране, в какой семье, в каком городе. И каждый раз ему объясняют что-то разное. Вот на нашей памяти уже сколько было, да? Сколько было изменений в идеологиях-то, а? Хорошо, друзья, все. А мы продолжаем изучать самую великую, глубокую мудрость царя Соломона, мудрейшего из людей, которую он изложил в книге, которая называется «Мишли». «Примеры» дословно переводится. «Притчи» переводят на русский язык. «Притчи». Ну, потому что в «Притче» такой же смысл, как в «Примере». Только я бы назвал это «Мишли», это больше «Примеры» все эти, потому что она «Притчи», оно не тянет. «Притча» — это история, одна длинная история. А здесь каждый отрывок, он и есть пример, который, он, этот пример нам открывает какую-то глубокую вещь. Это более точное название «Примеры» мы изучаем. Мы изучаем примеры, которые на примере понятных вещей нам объясняют вещи непонятные, глубинные, то есть божественную мудрость. Все. И мы дошли до восьмой главы. Восьмая глава, где одиннадцатый отрывок. В десятом отрывке царь Соломонов сказал, что «Возьмите наставление мое, учение, и не серебро, и даат лучше, чем чистое золото». Значит, еще раз я хочу на этом остановиться чуть-чуть. То есть мы должны... Он объяснял на примерах всем понятным в то время, когда он жил, две с половиной тысячи лет назад. И на то время каждому было понятно, что серебро — это серебряные монетки, которые человек носил с собой и покупал на них вот то, что вот такое мелочь, да, грубо говоря, мелочь. А харуц — золото, он никогда с собой не носил. Чистое золото его прятали где-то, закапывали, или уже одевали его, там, цари корону мог одеть из чистого золота. То есть чистое золото — это было средство накопления капитала, а серебро — это было то, что хождение имело каждый день. И значит, он говорит, примите учение мое, а не серебро. То есть учение — это наставление, это то, что управляет человеком каждое мгновение, вот то, что он постоянно использует. И познание больше, чем это сокровище. То есть опознание — это картина мира, которая, в общем, глобально есть, и исходя из этой картины мира, человек делает ежедневные действия. То есть понятно, да? То есть если у тебя есть картина мира, что есть там Бог, есть грядущий мир, есть награда за правильные действия, наказание за неправильные, это твоя общая картина мира. А вот как ты это будешь использовать в повседневной жизни — это вопрос. Это уже повседневное как бы управление собой. Значит, одиннадцатый отрывок. Дальше царь Саамон поясняет, что Он говорит, лучше хохма, лучше божественная мудрость, чем жемчуга. И все твои желания, все же ты желаешь, оно с ней не сравнится с божественной мудростью. То есть здесь опять давайте посмотрим, почему Он сравнивает с жемчугами. Именно божественная мудрость, Он говорит, вы поймите, она лучше, чем жемчуга. Мы не понимаем. Сейчас спроси вот 99%, может женщины, они что-то в жемчугах понимают. Мужчины, они не понимают жемчугах. Мужчины чаще всего не понимают жемчугах. А на то время это часто использовалось в сравнении. Царь Саамон, 31 главе, он говорит, То есть он использует это сравнение с жемчугом неоднократно в Мишли, как пример, который был всем понятен. Малбин, такой был великим мудрец, он нам объясняет, Чем отличается жемчуг от других вкладов, ну от других красивых вещей? Он говорит, ну это же все знают, что жемчуг, он вызывает приятность на того, кто его носит. То есть людям нравится, этот человек становится приятен. Знаете, есть вот эта вся наука о камнях, там кто-то одни камни ему подходят, другие камни, все. Царь Саамон говорит, жемчуг это такой камень, который на него, когда смотрят, человеку приятно. И эта приятность, она распространяется на, приятность распространяется на того, кто носит жемчуга. Теперь дальше. Он говорит, ну божественная мудрость, она лучше, чем жемчуг. Потому что если у человека есть божественная мудрость, то он приятный, потому что он, вы знаете, как вот есть люди приятные, а есть люди неприятные. Есть люди, у которых внутри свет, добро такое, вот он прям смотрит, или ты на него смотришь, да, на этого человека, и тебе приятно. А есть люди такие, ты на него смотришь, да, и он такой весь в агрессии, ну вот, например, да, какой-то, вот пишет Станислав Лычак, какой-то агрессивный парень, с тремя восвязательными знаками он общается в Фейсбуке. Зашел на чужую страницу и вопросы задает, с тремя восвязательными знаками. Понятное дело, что у него какая-то проблема внутренняя есть у этого парня. И вот, значит, царь Саламон говорит, что люди гоняются за внешними признаками приятности. Например, обвешивают себя красивой одеждой, камнями драгоценными, жемчугами там и так далее. Он говорит, нет, это все, во-первых, это внешнее, и это с вас легко снимается. Во-вторых, во-вторых, когда ты вот это внешнее на себе одеваешь, вот я расскажу одну историю, у меня была, значит, один мой знакомый, он такой очень богатый парень, ну, всегда стремился к деньгам. Он хотя и богатый, и хороший, есть люди, которые, вот, именно у них есть и хорошие, добрые, хорошие, но он все время стремился к богатству прям очень. И он, когда он женился, он купил жене такое кольцо с бриллиантов, с большим бриллиантом. И, значит, Хупа, когда они были под Хупой, он ей, когда они стояли под Хупой, там есть процедура, когда он ей дает какой-то предмет, говорит, этим ты посвящаешься мне. Ему Равин сказал, что как-то, что лучше, чтобы ничего в карманах не лежало, чем что-то он ему сказал, и он так переволновался, что он это кольцо отдал этому Равину. А потом, когда наступил момент, когда надо было давать кольцо, он не мог вспомнить, он волнуется, женится, не мог вспомнить, где кольцо. А этот Равин уехал себе спокойно домой. Он дали ему кольцо, не дали ему кольцо, оно у него в кармане осталось. И тут, когда момент была свадьба, там были всякие такие очень люди важные, там, ну, уже это кольцо он не хотел в момент уже такой церемонии официальной, не под Хупой, а такой церемонии дать, да? А кольца-то нету, и он не помнит, где кольцо. Представляете? Так переволновался. Потом он, значит, вспомнил, где кольцо, а только я знал, где этот Равин живет. Я в машину, еду к этому Равину, а он уже спать лег. Он такой именно, царик, Равин такой, он лег спать спокойно, он дали ему кольцо, не дали кольцо, он вообще в этом, ну, не понимает. В общем, у него в кармане это кольцо, я еду обратно, привез кольцо, нашло кольцо. И потом я через несколько лет их встретил, говорю, как дела-то, помните эту историю с кольцом? А она говорит, да, помню, говорю, у меня потом это кольцо украли в аэропорту, я проезжал в аэропорту, где-то там оно лежало в сумке. В общем, украли кольцо, нету кольца. Это то, что царь Соломон говорит, что хохма, божественная мудрость, она лучше, чем жемчуга, потому что она тебе дает и приятность в глазах людей, то есть человек, который живет по Торе, он приятный, и она всегда с тобой, ее нельзя украсть, она у тебя никуда не потеряется, она с тобой остается навечно, это хохма. Теперь дальше. Веколь хафатсим лоишвуба, и все твои желания, то, что ты желаешь, не сравнятся с ней. Значит, человек все время живет в каком состоянии? Он все время что-то хочет. Глаза видят, сердце хочет, руки, ноги делает. То есть у каждого есть какие-то наборы желаний, которые он хочет получить. Почему человек хочет их получить? Потому что он надеется, что когда у него появятся эти желанные предметы и вещи, он будет счастлив. Теперь, значит, так-так устроен, счастлив, получит удовольствие и так далее. Зачем человеку что-то хотеть, если он не рассчитывает получить с этим удовольствие? Теперь царь Соломонов говорит, послушайте, говорит, если вы будете хотеть божественную мудрость, во-первых, вы ее сможете получить везде, всегда и навсегда. То есть, как бы изучать Тору, изучать божественную мудрость, ты можешь, тебе ничего не может помешать это делать. Здесь есть только ты, книги, сайты в интернете, там, толдотру, какие-то, ваикра, найти учителя, сходить туда, сходить сюда. То есть, ничего тебе не помешает реализовать это свое желание. Вот, Александр Алик, Ариемейстер, он, вот, захотел, сейчас включил и учится, да, то есть, что ему может помешать? Отсутствие интернета, у него книжка есть с собой Тора, у него есть книжка Каэлит, я выпустил специальную книжку на Экклезиаст, комментарии, и много других есть книжек. Теперь, а почему все желанное не сравнится с божественной мудростью? Первое, потому что, когда ты изучаешь Тору, то ты с помощью Торы можешь получить все желанное. То есть, она увеличивает твою силу, силу твоего интеллекта, силу твоей молитвы, силу твоего понимания мира, силу того, как все работает, твою приятность, а за приятность, знаете как, не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. Приятность тоже высокооплачиваемая в этом мире качество, если ты по-настоящему хороший добрый человек, который помогает людям, то люди тебе отвечают обычно тем же. Поэтому божественная мудрость, она лучше, чем все твои желания, потому что с ее помощью ты можешь получить все остальное, но эта божественная мудрость, она сама по себе ценнее, чем все остальное. И плюс еще есть очень интересный момент. У тебя сегодня обратил внимание, обратил внимание, что интеллект, он мало находится, вернее, интеллект, он тяжело находится под контролем. То есть вот у меня получилась такая история, что я послушал там несколько раз подряд, вчера или позавчера, одну песню. И у меня эта песня, она каким-то образом вошла ко мне в голову, и она все время поется внутри. Я засыпаю, она поется, просыпаюсь, она поется, как радиоточка включилась. Я думал, как мне ее выключить? Не могу пока. То есть все время, ну вот сейчас на уроке, изучаю Тору, Тора ее вытеснила, а так она как бы звучит. Что получается? Что у обычного человека, который не изучает Тору, у него его мозг не под его контролем. То есть его мозг работает на автомате, постоянно реагируя на внешние какие-то события, и все, вот так вот он живет, проходит его жизнь. Одно событие, другое, там услышал, здесь услышал, тут новости почитал, тут сериал посмотрел. Его мозг, он находится вообще не в его власти, он находится во власти СМИ, средств массовой информации, и внешнего мира. Все, это одиннадцатый отрывок, теперь понятен. Да, вот моя жена пришла как раз послушать. Все. И значит, лучшее хохма божественно мудро, чем жемчуга, и все желания не сравняться с ней. Я, кстати, как вчера заснул, знаете, как я вчера заснул? Я не мог вчера заснуть, у меня прям голова вот так вот. Я взял книгу, есть книга такая, Равшалом Аруш, называется «Твой Бог, Твой Целитель», где он очень, Равшалом Аруш, вообще я его обожаю изучать, учить. У него есть сад благодарности, у него есть сад веры, книга. И есть книга «Бог, Твой Целитель», это если люди, не дай Бог, заболевают чем-то, как в этой ситуации быть, да? И я буквально почитал, почитал, буквально, буквально я почитал там, три страницы и заснул. Потому что Равшалом Аруш, Бог, Твой Целитель, он прямо все объясняет, куда вообще, о чем ты думаешь, все от Бога, все от Бога. Вот если глубже куда-то копнуть, все от Бога. Значит, и двенадцатый отрывок. 12 отрывок звучит так. Я хохма, говорит, я божественная мудрость, говорит, как бы, царь Соломон, говорит от имени Бога такую вещь, как бы, он как пророк, он просто передает, он говорит, я, так как я царь Соломон, я же с Богом как одно целое, я полностью живу, чтобы воспринимать божественную мудрость. Он говорит, я хохма, я стал божественной мудростью. Шаханти арма, обитаю я с хитростью. Арма это хитрость. Ведаат мазимот имца. И познание, познание, и рассудительность я найду. Вот тут как раз очень скрытая, интересная вещь. Значит, есть у человека хохма, это божественная мудрость, это аксиомы, это предпосылки, по которым он думает, что существует мир. То есть, каждый из нас живет не в реальном мире, а в мире своих, идей о мире. То есть, человек живет, он думает, мир так работает, мир так работает. Бог это, один слово Бог говорит, это то, другое это. То есть, каждый живет в какой-то своей идеологии, какой-то модели мира, такая модель мира. Теперь, значит, человек живет в своей модели мира, и, допустим, он взял и думает, ну, что я буду выдумывать. Был Мошер Абейну, Моисей, были пророки, был весь еврестий народ, который 3000 лет, он просто доказал свою связь с Богом, уникальный народ, уникально живет, то есть, маленький народ, да, 0,25% мирового населения, и, ну, просто занимает, там, 50% всех газет, полос и так далее. То есть, ну, что даже здесь есть, думает, что я буду выдумывать идеологию? Я беру Тору, допустим. Человек говорит, все, я беру модель мира Торы, не буду выдумывать ничего, не буду там слушать Карла Маркса, всяких Дарвинов, Шмарвинов, вот этих всех. Беру Тору, все, проверено. Это называется, я хохма, взял он эту Тору, допустим, изучил, понял, изучил книгу Путь Бога, Рамхаль, обязательно надо изучить, чтобы понять вообще, как Бог работает, ну, как Бог, как система работает, Путь Бога. Изучил полностью пяти книжек с комментарием Раши и Рамбана. Рамбан это комментарий глубокий по кабале такой, да, он идет. Изучил весь Тонак, это вся письменная Тора, изучил, книги пророков изучил, весь Талмуд изучил, все. У человека в голове идеология Торы полностью установлена. Загрузил программу, надо на это лет двадцать пять. Хорошо, допустим, ну, справился за двадцать. Но, говорит царь Соломон, секундочку, вот эта хохма, она обитает, она, она живет в человеке, только с хитростью вместе. Тогда надо понять, что такое хитрость. Хитрость, вот как раз вот этот полный контроль, это и есть хитрость. Когда человек в мире принимает решение, делает какое-то действие, есть люди, которые не думают, вот они просто на автомате. Стимул, реакция, стимул, реакция, стимул, реакция. Это называется наивный человек, не хитрый, а наивный. То есть, он воспринимает мир, однозначно, вот у него есть картинка, и он сразу на нее реагирует, он не вдумывается вглубь. Хитрый человек, он ее раскладывает, он ее раскладывает, он говорит, а какой здесь смысл, какое было намерение, что он имел в виду, а если так, а может так, я же могу ошибаться. И он делает какую-то 3D раскладку ситуации, и у него есть 3-4 варианта реакции. Это хитрый человек. Теперь хитрость, без божественной мудрости, она не нужна. Потому что человек, со всей своей хитростью, если он действует против Бога, шансов нет. То есть если ты идешь, пытаешься своей хитростью что-то выкружить, и выдумать, как сделать хорошо, но это нехорошо от создателя мира, успеха не будет. Понятно, да? Теперь, поэтому должна быть божественная мудрость, правильные предпосылки. Должен быть вот этот передаточный механизм, который называется хитростью, который сам по себе, если он действует по установкам зла, он человека приведет по-любому к ошибке. Но если это действует, этот механизм, он прикручен к Торе, к восприятию мира, Тораническому, тогда этот механизм тебе даст очень хорошие результаты в жизни. И тогда, тогда называется, обитаю с хитростью и нахожу дат, то есть склеиваю свою картину мира с рассудительностью. То есть человек, который имеет аксиомы Торы, который обдумывает свои действия, свои реакции и свои интерпретации мира в соответствии с Торой, он создает себе картину мира, в которой он будет всегда счастлив, в которой у него будет и успех от Бога, то есть будет благословение, и у него будет здоровье, там, инердия, все у него будет. Потому что, если он на уровне, вот, коренном, да, то есть как компьютер, у него и компьютер классный, и программное обеспечение хорошее, операционная система, и все отдельные программы хорошие, то понятно, что и намерение хорошее, все будет работать. Вот такой у нас сегодня был урок, очень понятный, значит, ну, как бы все понятно, человек должен, первое, больше всего стремиться познать божественную мудрость, познать Тору, познать и запомнить. Если ты познал, но не запомнил, это не познал. То есть, если ты понял, но не можешь повторить, это молодец, но значит, молодец просто, просто молодец. Но если ты понял и запомнил, это уже молодец в квадрате. Если ты понял, запомнил и начал применять, то тогда ты получишь результат. А чтобы применять, нужно стать рассудительным, и тогда все будет великолепно. Все, всем хорошей недели. Напишите, пожалуйста, свои выводы, которые вы для себя сделали. И давайте проведем день в спокойной рассудительности, меряя все Торой. Если можно найти какие-то отрывки из книг Раваруша или книги, очень классные, очень всем рекомендую. Сад Благодарности, Сад Веры. Сад Веры, это есть у него книга для, именно Сад Веры, даже он написал книгу для всего мира, где он полностью, ну как бы для народов мира написал эту книгу. Есть Сад Веры для евреев, для народов мира, есть Сад Благодарности, общий для всех. Все, очень советую, рекомендую читать, изучать его книги. Все, всем всего хорошего, прекрасной недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова